Добрый день. Мы сегодня... Поводом для нашей сегодняшней встречи стала программа, которую будут или уже реализовывают в Кировской области. Это программа «Сельская ипотека». Мы о ней поговорим чуть позже. Если у слушателей есть вопросы, звоните, задавайте их можно по номеру 211-101. А мы пока начнём с темы маркировки молочной продукции. Это та история, которая вступит в силу с 1 января 2020 года. И подразумевает она под собой, что на каждом этапе производства продукции, что называется, от поля до прилавка, производители, поставщики должны будут заносить в систему, в определённую систему, честный знак, сведения об этой продукции. — Если будем говорить, что с 1 июля, а не с 1 января. — С 1 июля. — Да, вы января сказали. — Прошу прощения. — Так вот, молочная продукция для Кировского региона — это такая очень важная сфера в сельском хозяйстве. И эту историю не так давно, в феврале, обсуждали на совещании, на заседании Вятского молочного союза. И первый вопрос, которым задаются сельхозпроизводители — зачем? Зачем нам нужна система обязательной маркировки, если и без того уже введена система обязательной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая и так уже позволяет отследить путь от фермы до прилавка? Вот зачем? — Спасибо. Государство ищет пути борьбы с фальсификацией молочной продукции. Это более подвержено. И на сегодняшний день я не могу однозначно сказать, что это будет принято. На самом деле мы не понимаем, зачем параллельно «Меркурию», потому что «Меркурий» на сегодняшний день довольно эффективно система работает. Она не такая затратная. И к ней уже подготовились и привыкли наши участники рынка молочного. Это производители молока, это переработчики, это торговые сети, система работает. И сейчас пять регионов участвуют в пилотном проекте. Будет ли окончательно принято по маркировке? Я могу только сказать, что официально заявлено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, что это решение окончательно будет принято в апреле. Об этом сказал в первую очередь заместитель министра сельского хозяйства России, первый заместитель Джамбулат Хизирыч Хатуов на съезде производителей переработчиков молока в Москве. Но по вашим прогнозам все-таки будет? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Это очень затратная процедура. Она очень затратная процедура. И она, конечно, ляжет в первую очередь. Она все равно перевалится на плечи производителей молока, то есть производителей сырья. И это очень серьезная финансовая нагрузка. И я думаю, что тот пилотный проект, который в регионах, в пяти регионах, которые участвуют, они дадут на 99% отрицательное заключение, что маркировка не нужна. Ну просто по ряду товарных групп она уже введена, в том числе на духи, на одежду, на верхнюю одежду. Вот почему вы думаете, что именно в этой сфере она не будет введена? А потому что у нас введен Меркурий. Он как раз для того, чтобы отследить, для чего же введен Меркурий, чтобы отследить производителя сырья, переработчика, то есть движение сырья к переработчику и на прилавок. То есть государство заботится о здоровье граждан через контроль. Если все-таки система будет введена, то получается, что это двойной технический контроль и финансовая нагрузка на бизнес. Как вот здесь можно будет соблюсти баланс, чтобы и цены одновременно не поднялись и завершать? Я бы сейчас не стал обсуждать этот вопрос. Мы будем тогда обсуждать, когда будет принято. Я готов прийти на эту площадку, снова про это говорить, потому что очень серьезно поднимает вопрос против этого внедрения этой маркировки профессионалы в обществе, агропромышленного комплекса и, конечно, с серьезными мотивациями. Для чего? То есть просто так говорить, что мы хорошие или плохие, здесь так не обсуждаться. Обсуждается вопрос дополнительного контроля. Зачем этот дополнительный контроль, когда Меркурий позволяет это же увидеть? Конечно, там при маркировке более углубленные показатели, но в этом нет необходимости. Если мы беспокоимся о здоровье граждан, хватает достаточно Меркурия, дополнительная нагрузка финансовая, мы говорим, зачем, это же нагрузка на бизнес ляжет аграрный. Поэтому я думаю, что все-таки на 99% думаю, что это не состоится. Ну, к вам представители молочной сферы обращались уже с этим вопросом? Я сам участвовал в съезде, в съезде в Москве, в производителей переработчиков молока и участвовал в этом разговоре. Мне эта тема знакома, они обращались, мы эту тему обсуждали, но это тема не уровня нашего региона или не регионального уровня, поэтому на уровне федеральном эти вопросы очень серьезно обсуждаются. Я к чему его задаю, этот вопрос? Вы говорите, что есть пилотные регионы, и они дадут какое-то некое заключение по результатам тестов. Кировская область не в этом пилоте. Нет, но тем не менее Кировская область, наверное, вправе высказать свое мнение на основе взаимодействия с молочными производителями и сказать все-таки свое слово. Оно нами высказано. То есть это был какой-то сформирован документ, который был отправлен в правительство России? Понятно. Тогда переходим к следующей теме, к основной теме нашего сегодняшнего разговора – это сельская ипотека. Была она введена с 1 января этого года в рамках вновь созданной, вновь реализуемой программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 год. Об этом предлагаю поговорить сейчас чуть подробнее. И первый вопрос он касаемый в общем об этой программе. До этого у нас, как известно, действовала программа «Устойчивое развитие сельских территорий», сейчас «Комплексное развитие». Все-таки вот отличие новой программы, принципиальное отличие, принципиальное новшество, в чем они состоят? Спасибо за предоставленную площадку, возможность довести до наших слушателей. Это новшество. Это дополнительное к той программе, которая у нас есть, направление. Оно есть и по благоустройству территорий, а ипотека – это отдельное направление в этой программе. Отдельно оно само собой идет, оно ни с чем не связано. Государство впервые предоставило возможность гражданам, проживающим в сельских агломерациях, не в сельских поселениях, в сельских агломерациях. И мы сейчас это надо понимать. Мы можем объяснить, что такое сельская агломерация? Да. Это территория практически всей нашей области, кроме города Кирова. Кроме города Кирова, значит, на сегодняшний день, когда мы в рамках программы развития сельских территорий, мы тоже имели направление строительства и приобретения жилья в сельской местности. Мы эту программу имели много лет, и ей пользовались жители села, работающие в сельском хозяйстве, в социальной сфере. Там только было кроме ПГТ, то есть районных центров, поселков городского типа. Люди, проживающие, допустим, поселок Оричи, работающие в колхозе, расположенном на окраине поселка Оричи, они не могли претендовать на государственную поддержку на строительство и приобретение жилья. Значит, новое понятие агломерация, и у нас сейчас готовится нормативно правообаза в правительство области, будет внесено как раз понятие агломерации, и какие туда населенные пункты войдут. Я сегодня пользуюсь, опять же, этой площадкой. Говорю, что сюда в понятие агломерации сельского войдут все районные наши центры, поселки городского типа, кроме города Кирова. Ну вот поправьте меня, если я ошибаюсь, но когда я готовилась к этому интервью, я эту программу изучила. И там есть совершенно четкий критерий. Там прописано, что участвовать в программе сельской ипотеки могут населенные пункты, где, во-первых, число жителей меньше 30 тысяч, и второй момент, это не должны быть городские округа. Вот город Киров, у нас единственный город Киров. Это городской округ. Но мы помним, что в прошлом году у нас городским округом стал Санчурский район и Богородский район. На очереди Кикнурский район. То есть это городские округа, которые сегодня в границах районов находятся. И, по большому счету, это огромные территории. И мы сегодня понимаем, что жители этих территорий воспользуются... Но огромных нельзя, конечно, большие, немаленькие территории. Тем не менее, и тренд этот еще продолжается. То есть Кикнурский район на очереди. И мы дальше, дальше, дальше идем по пути укропнения сельских муниципальных образований. Спасибо за вопрос. Эти округа, они войдут в агломерации. Они войдут в агломерации. У нас по Кировской области не войдет только город Киров. То есть будет какой-то отдельный документ, прописывающий, что жители этих районов могут претендовать на сельскую ипотеку. У нас формируется нормативная база. И на основании этой нормативной базы, основная нормативная база, это постановление правительства Кировской области. В постановлении правительства будут населенные пункты, перечень населенных пунктов. Когда нам это будет стать? Это будет в первом полугодии. И сейчас это постановление проходит процедуру согласования. Это в течение двух месяцев будет принято. Но, насколько я знаю, сельская ипотека уже в регионе действует. И я видела новость, что уже есть первые заявившиеся, первые получившие кредиты. Ну, может быть, не получившие. У нас 59 получили одобрение в банке. Они еще не получили денежные средства. Они получили одобрение банка на получение кредита. У нас две минуты до первого перерыва. Давайте мы расскажем, кто имеет право на получение займа, какие требования предъявляются к заемщику, какой у нас объем кредита можно получить, какой минимальный взнос и так далее. Хорошо, спасибо. Практически все жители Кировской области могут получить этот кредит. У нас сегодня, но только на территории, которые выйдут туда, допустим, житель города Кирова может получить такой кредит на территории Слободского района. Для строительства, вот у нас Бобина входит в Слободской район или посега в Кирово-Чепецкий район. Это не территория города Кирова, поэтому они заявляются и могут получить и получат кредит. Значит, здесь... А как же они могут заявиться, если список образований, вот муниципальных образований... Они будут там покупать жилье, а не покупать, будут там жилье, а на сегодняшний день, допустим, Бобина, это уже сельская территория. Значит, 66 заявилось граждан, 59 у нас 55 гражданам уже одобрено в банке получение кредита. Значит, ставка... Мы можем сказать, какой банк сегодня работает? У нас один банк на сегодняшний день работает, Ростсельхозбанк. Он работает... Почему он только работает? Потому что заключено соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Центральным офисом банка. Заключено в апреле будет заключено соглашение со Сбербанком. На основании этого соглашения, те потери, которые банки несут, будет федеральный бюджет через Министерство сельского хозяйства России. Значит, пополнять эти потери Центральному офису. Значит, ставка у Ростсельхозбанка от 2,7% до 3%. Хотя в постановлении правительства России стоит 0,1-3%. Но Ростсельхозбанк, как банк, он имеет право сам установить величину процентной ставки. Алексей Алексеевич, мы должны уйти сейчас на перерыв. С Алексеем Алексеевичем мы прощаемся. С зампредом правительства Кировской области, с министром сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. Он нас покидает. Важное мероприятие. Всего доброго. До свидания. Мы уходим на перерыв и продолжим наш разговор уже с начальником отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования, с Натальей Фоменковой. Возвращаемся в студию. Продолжаем программу интервью. Попрощались мы только что с нашим гостем, с министром сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексеем Котличковым. Продолжаем нашу программу с нашей второй гостьей, с начальником отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования, Натальей Фоменковой. Наталья Владимировна, давайте мы продолжим ту тему, которую мы обсуждали до перерыва, касаемо сельской ипотеки, и проговорим моменты по пунктам. Какие все-таки требования предъявляются к заемщику, какой у нас минимальный размер первоначального взноса, какая максимальная сумма кредита, которую мы можем получить, и для кого этот кредит доступен. То есть для тех, кто уже живет на селе или для тех, кто собирается только туда переехать? Начнем, кто такой заемщик. Заемщик – это любой гражданин Российской Федерации, который заключил с уполномоченным банком в Кировской области, как уже сказал Алексей Алексеевич, на сегодняшний день это Россельхозбанк. И заключил договор на цели, связанные со строительством жилого дома по договору подряда, либо с приобретением жилого помещения, либо жилого дома с земельным участком у любого физического или юридического лица. То есть мы говорим, что это может быть несколько пунктов. Это можно строительство по ДЖС, покупка земли по ДЖС, покупка уже готового дома, покупка уже готовой квартиры. Да, любое из этих направлений. Кроме того, разрешается направлять льготный ипотечный кредит на погашение кредитов, которые предоставлены банком не ранее 1 января 2020 года. То есть те, кто ранее получил, например, так как Россельхозбанк у нас начал рассматривать заявки и одобрять заявки только с 1 марта, то те, кто получил с 1 января 2020 года на те цели, которые я сказала ранее, то можно получить также льготный кредит именно на погашение ранее взятого кредита коммерческого. Я правильно понимаю, что они могут перекредитоваться? Ну, да. Да? Если по-простому, то да. Так. Хорошо. Требования к заемщику. Возраст, требования к работе? Требования к заемщику у нас устанавливает банк. Ну, основные это требования, которые возраст, во-первых, от 21 до 75, по-моему, возраст. И основное требование – это платежеспособность. То есть возможность потом в дальнейшем погашать основной долг по кредиту. И кто определяет платежеспособность? Банк? Банк, да. То есть заемщик, если он решил взять кредит льготный, то нужно обратиться в банк по месту своего проживания. То есть можно и в районах есть у нас отделение Россельхозбанка, и в городе Кирове есть у нас. То есть если, например, я живу в сельской местности, ехать в Киров для того, чтобы оформить сельскую ипотеку, мне не нужно? Нет. Можно обратиться в отделение Россельхозбанка. И, как уже сказал Алексей Алексеевич, с 1 апреля будет эту работу проводить и Сбербанк. То есть можно также будет обратиться в отделение Сбербанка, там, где он проживает, в том районе, в котором проживает. Размер кредита какой можем получить? Размер кредита, максимальный размер кредита, это у нас 3 миллиона рублей установлен для нашей области, как и для большинства областей и регионов России. А минимальный? Минимальный, по-моему, 100 тысяч. 100 тысяч у нас минимальный размер кредита, максимальный 3 миллиона. Так, на кого распространяется это? На тех, кто уже живет в сельской местности, или вот те, кто хотят переехать в сельскую местность, они тоже могут приобрести себе жилье? На всех граждан Российской Федерации, как я уже сказала. То есть даже если я не работаю в сельской местности, я могу там купить себе... Место работы здесь не играет никакого значения, то есть можно работать в любой отрасли народного хозяйства, скажем так. Вот. Поэтому любой гражданин в нашей области может, подходящий под критерии условия банка, естественно, так как кредит выдает у нас кредитная организация, соответственно, любой гражданин, подходящий под критерии условия выдачи кредита, установленных банком, он может обратиться, взять льготный кредит. Единственное условие, что жилье должно быть построено, либо приобретено именно в сельской местности. Это все сельские поселения, они идут априори, как сельские населенные пункты, входящий в состав сельских поселений. На сегодня установлено... Поселки городского типа, еще раз давайте закрепим, они входят в категорию? На сегодня пока нет, потому что, действительно, как сказал уже тоже Алексей Алексеевич, нормативная база у нас совершенствуется. Сейчас мы вносим изменения и добавляем туда поселки городского типа, в перечень населенных пунктов, которых можно будет приобретать, либо строить жилье. Они будут в состав являться как сельской агломерацией. Установлено такое для них определение, но это только для этой программы, то есть это не в целом какой-то там реестр. А не будет ли это противоречить федеральной программе? В федеральной программе определено, что такое сельские агломерации, поселки городского типа туда входят. Поэтому мы будем действовать только в рамках федерации. Давайте еще срок поговорим. На какой срок может быть выдан кредит? Срок выдачи кредит на срок до 25 лет кредит может быть выдан, но, опять же, исходя из учетов возраста. То есть это уже, опять же, будет смотреть банк и ту платежеспособность, на которую можно распространить действия кредита. Министерство сельского хозяйства в этой истории как участвует? В Кировской области? Да. Мы только информационную работу ведем. То есть тут никаких каких-то действий правовых, мы не имеем сегодня полномочий на эти действия, только ведем информационную работу, разъяснение и гражданам объясняем, как и на каких условиях можно получить сельскую ипотеку. Я же правильно понимаю, что вот если мы выдаем кредит в банке по 2,7% годовых, соответственно, в банку установлена ключевая ставка Центробанком, и разницу между ключевой ставкой и ставкой, которую он выдает кредит, кто-то должен компенсировать. Кто? Федеральный бюджет, региональный, муниципальный? Ключевую ставку у нас будет компенсировать банку федеральный бюджет. Банк будет, когда выдаст кредиты, предоставит, вернее, одобрит заявки, он подает заявку в Минсельхоз России для того, чтобы ему компенсировали вот эту ключевую ставку. Соответственно, Минсельхоз России уже будет заключать соглашение, вот с Росельхозбанком уже заключено на сегодня соглашение, и по этому соглашению будет именно финансироваться по тем реестрам, которые предоставит банк Минсельхоз. Вот давайте предположим, что вот мы молодая семья, я, допустим, муж мой, мы молодая семья, мы хотим купить квартиру в сельской местности. Что нам делать, куда нам идти, куда обращаться, какой пакет документов собирать? Обращаться. То есть мы живем, например, ну пусть в сельской местности, да, если мы, то есть мы идем в отделение Росельхозбанка на сегодня, в кредитную организацию, та, которая будет, когда мы там решим, что мы будем брать кредит, выбираем ту кредитную организацию, с которой будет на тот момент заключено соглашение. Эту информацию, когда будут новые, мы все равно будем доводить, когда будут заключаться соглашения в нашем регионе с банками, с кредитными организациями. То есть обратиться в отделение кредитной организации с заявкой, что я, ну как обычно, мы берем кредит, я думаю, многие с этим сталкивались, тут как бы никакого секрета нет. Нет, может быть, есть какие-то особенности? Никаких особенностей здесь нет. То есть обычно приходим в кредитную организацию, обращаемся там к кредитным менеджерам, что вот я хочу такой льготный кредит. Я уже менеджер смотрит, я так предполагаю, что будет смотреть, что соответствует, не соответствует, во-первых, и критериям банка, то есть на уровне федерации каких-то особых требований к заемщику у нас, как я уже сказала, не установлено, то есть это любой гражданин Российской Федерации. Основные, конечно, это условия банка, то есть те требования, которые установит банк. Ну это обычный кредит, ипотечный кредит, это, во-первых, либо под залог недвижимости, которую будут строить, либо приобретать, то есть может поручительство какое-то, то есть это надо с каждым банком индивидуально как бы приходить и рассматривать свою ситуацию. Приходить в банк, уже дальнейшая ситуация тоже, в принципе, многим известна, то есть банк рассматривает заявку, собираем определенный пакет документов, подтверждающий платежеспособность, опять же, да, вот, и, соответственно, там у нас бывает страховка, вот, кстати, процент зависит тоже от того, как вот нам Россельхозбанк сообщает, что 3% он будет давать для тех, кто не страхует жизни, недвижимость, да, от по 2,7, тех, кто, согласен, ну, как бы, будет страховать. То есть кредитоваться можем под 2,7% либо под 3%? Да, но на сегодня Россельхозбанк нам обозначает такие процентные ставки, установленные его внутренними регламентами. Давайте мы прервемся на рекламу и продолжим потом с этой же темой. Возвращаемся в студию, программа интервью продолжается. Гостью сегодня начальник отдела реализации программы развития сельских территорий и малых форм хозяйствования Наталья Фоменкова. Мы продолжаем говорить про сельскую ипотеку. Наталья Владимировна, давайте мы все-таки договорим и обозначим размер минимального взноса. То есть если мы берем кредит, мы обозначили его, что максимальный кредит 3 миллиона, сумма минимального взноса, она какова? Первоначального. Размер первоначального взноса у нас составляет не менее 10% от стоимости объекта недвижимости. То есть если у нас объект недвижимости 3 миллиона, соответственно 10% от 3 миллионов. Хорошо. А если мы покупаем участок и собираемся строить на нем дом, как в этом случае определяется ипотека? Потому что мы понимаем, что это будет дом, кто рассчитывает стоимость, можем ли мы сами совершить это строительство собственными руками, чтобы удешевить проект? Кто вот это определяет, как это рассчитывается? Да. Особенность льготной как раз сельской ипотеки состоит в том, что строить собственными силами, ну или хозспособом, как у нас говорят, что это невозможно. То есть это условие является именно подрядным способом. То есть с привлечением подрядной организации. Эта подрядная организация должна быть официально зарегистрирована? То есть это не какие-то шабашники? Ну, официально, конечно, должна быть зарегистрирована, но Россельхозбанк, например, у них установлены требования к подрядной организации. То есть не каждый, как вы говорите, шабашник может участвовать в данной ипотеке. Требования будут размещены на сайте Россельхозбанка. С ними мы все вместе ознакомимся, как только Россельхозбанк нам доведет эти требования. Вот. Соответственно, любой юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, подходящий по требованию, установленный Россельхозбанком к подрядной организации, они смогут принимать участие в сельской ипотеке. И гражданин сможет заключить с такой подрядной организацией договор на строительство жилого дома. Вот эти требования к подрядным организациям. Вот когда мы идем подавать документы на ипотеку, мы уже должны понимать, кто будет строить нам дом, чтобы мы знали, что вот эта компания, собрали какой-то от них пакет документов и понимали, что мы вписываемся в требования к заемщику, к требованиям к подрядным организациям. То есть нужно ли нам это все заранее проработать, собрать с них всю эту базу и прийти уже непосредственно в банк? Ну, обычно мы все равно изучаем рынок, когда идем даже при покупке жилья, например. То есть мы выбираем квартиру, исходя из этого, мы уже определяем, сколько мы сможем потратить на покупку этой квартиры. То же самое и со строительством. То есть мы все равно, любой житель, он каким-то образом изучает ситуацию. Либо если не все, например, да, или не у всех населенных пунктов есть какие-то подрядные организации, такие хорошие, солидные, да, которые смогут участвовать, да, то в этом случае, я думаю, что Россельхозбанк сможет оказать поддержку в подборе этой подрядной организации. И кредитный менеджер в этом случае как бы как бы проконсультирует тех граждан, да. То есть может быть ситуация, что какие-то подрядные организации будут, условно говоря, аккредитованы банком и допущены, например, для проведения работы по строительству. Да, я думаю, что этот перечень будет, потому что ипотека набирает обороты, и я думаю, в дальнейшем уже будет какой-то некий набор организаций подрядных, которые будут участвовать как-то уже на постоянной основе. Так, а можем ли мы купить жилье, предположим, не в Кировской области? То есть вот захотела я там переехать, не знаю, в соседнюю Нижегородскую. Таких ограничений нет, поэтому можно хоть в Нижегородской области, можно, например, в Ленинградскую область переехать, в Дальневосточный округ можно переехать. Но тут нужно учитывать, что установлена у нас, опять же, тут градация небольшая по стоимости, максимальной стоимости кредита, да. Например, для Ленинградской и Дальневосточного округа можно 5 миллионов максимум кредит брать. То есть если для Кировской области максимальный размер кредита 3 миллиона, то для названных мной областей округа можно 5 миллионов. Соответственно, увеличивается еще и минимальный платеж. Ну, 10% он установлен, то есть, если чем больше сумма, соответственно, тем больше. Минимальная планка одинакова для всех, здесь идет только разница по верхней планке. Да, по верхней планке. Я предлагаю на этом тему сельской ипотеки закончить, перейти к другой новости. Не так давно на сайте областного правительства появилась публикация о том, что Кировская область может принять участие в программе «Современный облик сельских территорий», которая, в общем-то, тоже реализуется в рамках той самой программы «Комплексное развитие сельских территорий», о которой мы сегодня говорим, и в рамках которой сельская ипотека реализуется. Обсуждается, что вот эта программа, она стартует с 2021 года. Почему не с 2020 года? Программа на уровне федерации стартовала с 2020 года. Отбор производился в 2019 году. Кировская область участвовала в конкурсном отборе, принимала участие, мы готовили объекты, очень много было заявок от нас получено. Но, соответственно, мы эти заявки сейчас готовим на 2021 год. Заявки что подразумеваются? То есть есть заявки от муниципалитетов? Что такое заявка на участие в программе «Современный облик сельских территорий»? Она под собой подразумевает, что это некий проект комплексного развития некой сельской территории. Это может быть либо населенный пункт, сельский населенный пункт, либо может быть целиком сельское поселение, например. То есть некая сельская территория. Инициаторами этого проекта комплексного развития сельской территории должны являться граждане. Ну и все, кто работают, либо проживают на этой сельской территории. Что бы они хотели, например, по каким направлениям они хотели бы развивать свою сельскую территорию? То есть мы говорим, что вот это направление, оно о развитии сельских территорий, о том, что как сделать красивее, как обустроить дороги, газоны, какие-то парковые... Комфортнее для проживания сельских населения. Вот. Определенный на уровне федерации, опять же, определенный перечень тех мероприятий, которые можно реализовать в рамках этого направления. Туда входят и строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. То есть это школы, детские сады, дома культуры. Приобретение техники для именно вот этих объектов социальной инфраструктуры. Далее, возможно, строительство, реконструкция объектов водоснабжения, газификации, электричества. Вот. Ну и сети интернет. Кто определяет, что вот именно вот этот объект, условно, Дом культуры или там... Вот это как раз инициатива граждан должна идти, инициатива граждан. Они должны как-то собраться. Да, конечно, обязательно этот проект должен обсуждаться на сходе, ну, сход там, либо какие-то общественные обсуждения, у кого как проходят. То есть они должны определиться, что да, мы хотим участвовать в этом мероприятии. Такой-то набор объектов нам нужен из того перечня, который предлагается. Вот. И далее готовится, если все-таки все одобрили это мероприятие, то, соответственно, готовится пакет документов. Одним из основных в пакете документов – это паспорт проекта. То есть в этом паспорте мы указываем подробно, что мы хотим, да, что мы имеем на сегодня, какая у нас текущая ситуация на этой сельской территории, что бы мы хотели, да, что бы у нас, какое развитие мы получим в результате реализации этих мероприятий. Соответственно… А министерство в этом будет помогать? Потому что, мне кажется, такой проект очень сложно жителям одним сделать. Ну, конечно, и органы местного самоуправления, и главы поселений активно включаются, и главы районов активно включаются в это направление. И мы курируем данное направление, то есть активно и помогаем, и ни одно совещание уже проводили с разъяснениями подробными, и в общем, и информационную работу мы тоже в этом плане ведем. А есть понимание, какие территории уже на сегодняшний день готовят проекты, и какие объекты уже могут быть включены в эту программу в 2021 году? Ну, на сегодня у нас от районов мы собирали предварительные заявки. Ну, во-первых, так как это бальная система оценки проектов, и будет проходить в Минсельхозе России на основании конкурсного отбора, включения в программу. Вот. То есть мы собирали уже от районов предварительные заявки, как бы они видели свое развитие, и с предварительным подсчетом тех баллов, которые они могут набрать по критериям, установленным Минсельхозом России. Баллы эти все прописаны в программе? Да, есть приказ Министерства сельского хозяйства, которые определяют порядок конкурсного отбора и прописывают, естественно, критерии оценки проектов. Все баллы можно посчитать. Вот. То есть районы примерно просчитывали свои баллы, и на сегодня мы получили 22 предложения от районов, как они видят свое развитие. И кто уже набирает там достаточно немаленькое, скажем так, количество баллов. Можно назвать хотя бы несколько районов, которые вот на сегодняшний день набрали там больше баллов? Сегодня активно мы работаем с теми, с пятью, пять проектов из трех районов, которые набрали у нас наибольшее количество баллов. То есть мы видим их как перспективными, да, для победы на конкурсном отборе в Минсельхозе России. Это Шабалинский район представил три проекта, Белохолуницкий район представил один проект, и Паринский район представил один проект. Вы можем сказать, что это за проекты? Это реконструкция, это что-то строительство. Ну, туда входят различные, то есть основная цель государственной программы и комплексное развитие сельских территорий, это именно улучшение благоустройства домовладений. То есть что это такое? Газ, вода, да, соответственно, электричество. Вот на эти цели должны быть направлены проекты. Они получают именно с таким направлением, они наибольшую балльную оценку получают. Соответственно... То есть это по улучшению инфраструктуры? Да, инженерной инфраструктуры, да. Именно вот такие объекты включены во все эти проекты. Они связаны именно с строительством водопровода в первую очередь. И уже к этим строительству инженерной инфраструктуры подтягиваем и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры, так как они предусмотрены правилами, но балльной оценки занимают небольшую часть. Поэтому мы их в дополнение. То есть она требуется, мы не спорим, что это требуется. Вот, поэтому мы их дополняем к водопроводам. Деньги кто выделяет вот на все эти проекты? Это федеральный бюджет, это региональный, это софинансирование. Если софинансирование, в каком проценте? Софинансирование у нас осуществляется. Будут реализовываться проекты на условиях софинансирования. Основную долю, конечно, это федеральный бюджет. Область будет софинансировать на уровне 5% от стоимости проекта. Ну и обязательным условием это муниципальный бюджет, минимум 1%, местный бюджет, да? И внебюджетные источники. То есть это деньги инвесторов тех, скажем так, организаций, которые работают на той территории. Или граждан. Ну или граждан. Понятно. Я на этом программу нашу предлагаю завершить. В наших гостях сегодня была начальник отдела реализации программы развития сельских территорий и малых форм хозяйств Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Наталья Фоменкова. Наталья Владимировна, вам спасибо. Всего доброго. До свидания.